Полностью новый или глубоко модернизированный? Этот вопрос наверняка мучил всех, кто смотрел онлайн-презентацию нового Suzuki S-Cross. Так на некоторых рынках называется известный нам SX4. И хотя японцы старались запутать публику, по факту оказалось второе, то бишь глубокая модернизация. Платформа, агрегаты, каркас кузова остались прежними. Хотя благодаря полностью новой передней части и другой линии остекления может показаться, будто перед нами действительно заново разработанный автомобиль. Но нет, даже размеры не изменились ни на миллиметр. Внутри услуги дизайнеров понадобились только для замены передней панели, а руль, центральная консоль и дверные панели хорошо знакомы владельцам нынешней генерации. Так что самое интересное приобретение — мультимедиа, что щеголяет 9-дюймовым дисплеем и поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Никуда не делись физические кнопки и рукоятки в блоке климат-контроля. Любопытно, что японцы даже пожадничали внедрить виртуальные приборы и электромеханический ручник. А ведь всем этим нынче готовы похвастать даже представители класса бюджетников. В Европе единственным мотором заявлена турбо-четверка из серии Booster Jet, отдачей 129 сил, который помогает 14-сильный стартер-генератор. Шестиступенчатых коробок две — механическая и автоматическая. К любой можно заказать систему полного привода и, к слову, Сузуки продолжает хранить верность задней полузависимой балки даже на версиях 4х4. Что касается электросистемы, то необходимая мягкому гибриду батарея оказалась настолько компактной, что поместилась под сидением переднего пассажира, а преобразователь постоянного тока — под водителем. Впрочем, весь электрический довесок укладывается в 15 килограммов. И это мы знаем, потому что аналогичной системой SH-VS оснащаются уже и другие модели Сузуки. В Европе это Swift, Ignis и Balena. Кстати, на следующий год намечена премьера ещё одного гибрида — не умеренного, а полноценного — с возможностью езды на электротяге. Правда, сначала её примерит Vitara, а уже за ней S-Cross. Выпускать машину по-прежнему будет венгерский завод Madyar Suzuki, хотя раньше кроссоверы делали ещё в Великобритании и Индии. Продажи в Европе стартуют в конце 2021 года. Затем начнётся экспорт в Латинскую Америку, Океанию и Азию. Российский офис марки с нетерпением ждёт новинку во втором квартале 2022 года.